Здравствуйте! В Слободском прошел первый межрегиональный турнир по дзюдо на призы руководителя районного отделения областной федерации этой борьбы Заурбия Колобазанова. Соревнования прошли при поддержке дагестанской диаспоры и стали интернациональными. Участники, кроме борьбы, сумели также познакомиться с некоторыми обычаями народов Северного Кавказа. Старшие воспитанники секции дзюдо в Слободском показали, что кроме приемов японской борьбы, хорошо знают и свои национальные обычаи и традиции. Этот танец в исполнении победителей и призеров российских и международных турниров открыл первое межрегиональное соревнование, которое тут же получили название «Дружба народов». Организовал их руководитель районного отделения областной федерации дзюдо Заурбек Колобазанов. Мы хотим, чтобы мы жили дружно и мирно, уже надоело все. На национальный вопрос, чтобы национальный вопрос не различал, где русский, где дагестанец, где армян. Чтобы как жили раньше, так и жить, наверное, как бы и сейчас. А спорт их будет объединять. Восемь регионов, 17 команд и почти 300 участников в возрасте до 15 лет здесь, на татаме спорткомплекса «Красный якорь», боролись за призы соревнований. Эмоции порой просто зашкаливали, но юношескую пылкость судьи сдерживали в рамках правил. По спортивному проходят, потому что наказываем за это. Ну, сами тоже нормально себя ведут, дружно ребята. Некоторые юные участники уже умеют контролировать эмоции. Спокойно и уравновешенно боролся здесь слабожанин Виталий Жилин. Ему 10 лет, из них он уже 4 года занимается этой борьбой. Уверенно, отточенным приемом Виталий продвигался от поединка к поединку. Ну, я его отрабатываю месяц. Это бедро и скручение. Месяц, ежедневно по 2 часа. Такая концентрированная наработка приема позволила Виталию Жилину стать в своей возрастной группе и весовой категории непобедимым. Он занял первое место. А сборная слободских дзюдоистов в командном зачете оказалась вне конкуренции. Вторыми стали гости из Ижевска, третье место у команды из Перми. В спорткомплексе «Заря» завершился всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти основателя этого спорта в Нововятске Владимира Пушкарева. В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из нашей области и республики Удмуртия. Наибольшее количество побед здесь одержали воспитанники Кировской спортшколы «Юность». О других событиях в спринте спортивных новостей. Олимпийские надежды округа скрестили шпаги в Кировском спорткомплексе «Олимпийский». Там прошли чемпионат и первенство при Волжье. В нашей мужской дружине мушкетеров специалисты с пристальным вниманием следили за участием Вячеслава Новоселова. Он в свое время был победителем на Кубке мира. Но здесь Вячеслав остался, увы, вообще без медалей. В личном зачете он стал 13-м, а команда, в которой он фехтовал, заняла 4-е место. Лучших результатов на чемпионате и первенстве Приболжского округа добились спортсмены из Татарстана. Хоккеисты Кирово-Чепецкой «Олимпии» неудачно начали сражение за бронзу первенства молодежной хоккейной лиги. В Олиметьевске наша команда не смогла устоять под натиском местного спутника. Хозяева обыграли «Олимпийцев» с результатом 5-1. Сегодня соперники скрестят клюшки повторно. В решающем матче, который пройдет уже на льду «Олимп-арены», определится, кто станет бронзовым призером первенства «МХЛ». Подробнее об этой игре в следующих выпусках. На сегодня у меня все. Всего вам доброго.